МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» с главными событиями. Сегодня понедельник и минувших выходных вас познакомит наша корреспондента и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Использовать все резервы в Урнарском районе подвели итоги социально-экономического развития за 6 месяцев. На страже закона сегодня отмечается День работников следствия. С прицелом на Олимпийские игры в Чебоксарах открыли центр маунтинбайка. Уборочная кампания в разгаре. Работы начались в 20 муниципалитетах, кроме Шумерлинского района. Этот и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Нынешнее лето пока не огорчало посельхозтоваропроизводителей. Настроение у аграрии хорошее. И повод для этого есть, заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. По данным Минсельхоза Чувашии, уборочные работы идут достаточно хорошими темпами. Селяне стараются использовать каждый день. Всего в республике зерновой клин составляет 292,9 тысяч гектаров. Это 127% к уровню 2015 года. По оперативной информации, на 25 июля скошено 14,6 тысяч гектаров. Зерновых обмолочено 14,3 тысяч гектаров. А зимой зерновые культуры убраны на площади 19%. Валовый сбор составил около 40 тысяч тонн. При средней урожайности 28 центнеров с одного гектара. Глава республики поручил регулярно доводить до населения закупочные цены на зерно. Они в этом году выше, чем в прошлом. Основное специализированное предприятие по переработке зерна «Чуваш-хлевопродукт» и продовольственный фонд «Чувашия» готовы закупить зерно в объеме 170 тысяч тонн. Об итогах весенней призывной кампании отчитался Минюст «Чувашия». Ставом Центрального военного округа Чувашской республики было установлено задание по призыву в количестве 1460 человек. План был выполнен в полном объеме. Войска было отправлено по 1460 человек. В том числе вооруженные силы Российской Федерации 1136 и в другие войска и воинские формирования 324 призывника. Глава республики поблагодарил всех участников призывной кампании за слаженную и эффективную работу. А вот что не может не беспокоить, так это ситуация на воде. Количество утонувших этим летом растет. За июль месяц мы потеряли 15 человек. Слава богу, что для этого 15 человек нет детей в июле месяце. Они хотя у нас были до этого. Но основная масса утонувших – это возраст от 20, но практически до 50 лет. И основная масса, опять об этом говорим постоянно, нетрезвым состоянием. Михаил Игнатьев потребовал взять ситуацию под строгий контроль и усилить профилактическую работу с населением, чтобы избежать потерь. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Использовать все имеющиеся ресурсы для повышения качества жизни. Такую задачу глава республики поставил перед активом Вурнарского района. Выходные в муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Во время рабочей поездки Михаил Игнатьев проинспектировал ход уборочной страды. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Уборочные работы в Вурнарском районе в самом разгаре. Уже поспела зимая пшеница. На полях крупного агрохолдинга урожай собирают сразу 8 комбайнов. Недавно здесь закупили новую технику. За штурвал одной из машин села глава республики. Ставку на зимую пшеницу в хозяйстве делают уже не первый год. Эта культура не боится даже аномальной жары и дает хорошие всходы. Сейчас с одного гектара удается собрать более пяти тонн зерна. В Вурнарском районе в ближайшие дни приступят к сбору кукурузы. В хозяйствах эту культуру выращивают на корм коров. В нем очень много содержится микроэлементов. И протеиновый баланс, и белковый баланс. Если мы раньше все то, что потребляли, покупали за пределы Чувашской республики, основную долю уже производители сами себе обеспечивают. И перспективы я зато очень ставлю, чтобы в виде комбикормов с содержанием кукурузы обеспечивали наше домашнее хозяйство, которое занимается личным подсовным хозяйством. В муниципалитете продолжают возводить современные животноводческие комплексы. Этот коровник был открыт недавно. Здесь возможно содержать более тысячи буренок. По европейским стандартам оборудован доильный зал и цех заморозки молока. Это проект, который мы сегодня здесь находимся. Это самый крупный проект в республике. И задачи здесь, как уже были озвучены, в 2018 году довести до 2000 голов. И таких проектов нужны еще и району, и республике. И в целом Вурнарский район активно работает в этом направлении. Первые итоги работы агрокомплекса подвели на расширенном совещании с активом района. За полгода в муниципалитете увеличилось производство мяса и молока. Правда, пока в Урнарах недостаточно активно продвигается работа по регистрации невостребованных земельных долей. К ответу Михаил Игнатьев призвал глав поселений. В последнее время мы не меньше 20-30 дел сдавали в суды. Ситуация такая, что суды уже начинают сдерживать. Много очень ситуаций таких, что дело до суда доходит, нарисуются наследники. Наследники живут в других областях, и достать их не так просто. Вести в оборот все невостребованные земли в районе намерены в следующем году. Муниципалитети продолжают модернизировать ФАПы, строить новые дороги. В ближайшее время планируют завершить программу переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта домов. Запланированы ремонтные работы в семи многоквартирных домах района по программе капитального ремонта. Из них в трех домах ведутся ремонтные работы. Это замена крыш, капитальный ремонт в двух домах и замена электропроводки в третьем доме. У вас очень хорошая перспектива. Использовать надо сполна промышленный комплекс, сельскохозяйственный комплекс. У нас буквально несколько районов, которые имеют пищевые перерабатывающие предприятия. С руководителями Вурнарского района Михаил Игнатьев провел и рабочую встречу. Первоочередная задача властей муниципалитета – завершить сжатые сроки ремонт в школах. Медриковалев и Олег Якимов. Республика. В Чувашии завершилось выдвижение кандидатов и депутатов Государственного совета Чувашии. Одними из последних предоставили документы представители «Справедливой России» и партии «Роста». Определились со своими кандидатами в партии «Единая Россия». Они также передали в Центральную избирательную комиссию Чувашию документы по единому избирательному округу и 22-м одномандатным округам. ЦИК уже заверил эти списки и выдал разрешение на открытие спецсчетов. Список «Единой России» возглавил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он отметил, что на протяжении шести лет в республике реализуется ряд программ. Модернизация образования, детские сады детям, российское село, крепкая семья и другие. Благодаря их эффективной реализации в республике стало больше здоровых детей, увеличилось количество многодетных семей. И с года в год растет число долгожителей. В Чувашии создана благоприятная среда для самореализации молодых, целеустремленных людей. А это ключевые показатели благополучия. На партийной конференции единороссу утвердили списки претендентов в Государственный совет и приняли предвыборную программу. В парламент республики по единому избирательному округу выдвинуто 69 кандидатов и 22 по одномандатным округам. В общереспубликанскую часть списка, кроме Михаила Игнатьева, вошли также директор гимназии номер 5 города Чебоксары Инна Исаева и действующий депутат госсовета, главный врач федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Все кандидаты, которые будут баллотироваться в парламент республики в мае, прошли процедуру предварительного голосования. Мы идем единой командой, программа определена. Владимир Владимирович, когда присутствовал на съезде, Путин сказал, мы идем честно, открыто, прозрачно и все наши предварительные программы будут построены на честных дебатах, на честной конкуренции. Программа регионального отделения партии «Единая Россия» основана на общероссийской программе. Ей дали название «Чуваший регион комфортного проживания». Мы сегодня придерживаемся принципиальной той позиции, что не даем тех обещаний, которые невыполнимы. Для нас это сегодня очень важно. Если мы говорим, то, конечно же, мы просто обязаны это сделать. Основные положения базируются на предложениях наших жителей, в первую очередь, потому что мы и во время предварительного всенародного внутрипартийного голосования в рамках праймерис объезжали районы, мы встречались с людьми. Чувашия – это место, где человеку должно быть комфортно. Исходя из этого, все предложения, вот все должно войти в эту программу. Естественно, это есть в ней стратегические предложения, есть тактические. Мы выверяли эту программу, корректировали с учетом определенных сложностей, которые есть в реальном секторе экономики, для того, чтобы программа была синхронизирована, для того, чтобы программа была выверена, чтобы пустые мероприятия там не были вписаны, и все то, что будет туда вписано, на 100% было выполнено. Это честно перед избирателями. Единороссы Чувашии рассчитывают, что в Государственном Совете Нового Созыва у них будет большинство. Татьяна Молок, Андрей Спиридонов, Республика. И сегодня члены Центральной избирательной комиссии Чувашии заверили списки кандидатов депутатов в Государственный Совет Республики, выдвинутых региональным отделением Либерально-демократической партии России, и зарегистрировали кандидатов от ЛДПР по одномандатным округам. И к другим новостям. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с исполняющим обязанности главы администрации Чебоксарского района Владимиром Дмитриевым. На встрече обсуждались вопросы подготовки школ к новому учебному году и пополнения бюджетной части дохода Чебоксарского района. Владимир Дмитриев отметил, что темпы поступлений в казну района несколько отстают от прошлогодних. Но сейчас уже наметились возможности для наверстывания упущенного. Поинтересовался глава Чувашии, как идет подготовка к отопительному сезону 2016-2017 годов. Немножко острые моменты по селу Ишлея, жилищно-коммунальное хозяйство, так как там котельная, капитальная котельная, морально устаревшая. Там две толпичные котельные мы уже запроектированы. Владимир Дмитриев родился и вырос в Чебоксарском районе, работал руководителем гостехнадзора. Жителям своего родного района я хочу сказать, что я буду прилагать все усилия для того, чтобы вместе с административной системой района, вместе со всеми организациями и предприятиями, которые в жилищно-коммунальном хозяйстве или других направлений работают и делать все для того, чтобы поддержать достигнутый уровень и улучшать его повседневно, целью благосостояния каждого жителя, каждого гражданина района. Спустя три месяца после назначения министр внутренних дел по Чувашии Сергей Нияскин дал первую пресс-конференцию для журналистов, ведущих СМИ. Что должно быть во главе угла, что будут искоренять, а что наоборот культивировать? Генерал постарался ответить на все вопросы. Первый и самый серьезный вопрос – противоправные действия, которые уголовный кодекс квалифицирует как мошенничество. В последнее время их количество заметно возросло, преступники становятся все более технически подкованными и обеспеченными. По мнению министра, борьба с ними велась недостаточно активно и эффективно. Я создал отдел в уголовном розыске, который занимается именно конкретно данным видом преступления и мошенничества, который должна изначально, возбудив уголовное дело, в районе любом взять на контроль, выезжать те места. А в основном-то звонки идут и обманывают наших граждан. Это Курская область, Московская область, Оренбург, Челябинск. То есть десятки регионов, которые звонки исходят оттуда. Возмутил министра и тот факт, что в Чувашии, как нигде, много случаев избиения полицейских, как правило, нетрезвыми гражданами. Кстати, пьяная преступность в нашей республике остается высокой, и генерал намерен обсудить с властями возможность создания, если не вотрезвителей, то других учреждений со схожими функциями. Кроме того, необходимо усилить и другие направления. По экономическому блоку. Блок серьезный, хотя есть определенные наработки, особенно коррупционная составляющая. Особенно, я хочу сказать, что здесь связано по проверке бюджетных средств. Надо работать более плотно. Кроме этого, по выявлению коррупционной составляющей, это взятки. Это вот те, которые проводятся торги, другие вопросы. Они порой бывают, что не так это все делается. Залог успешной работы органов внутренних дел Сергей Ниязкин видит в повышении дисциплины сотрудников и предметной работе с личным составом. Елена Гальперина, Сергей Адушкин, Республика. И сегодня в России отмечают День работников следствия. Дата 25 июля выбрана не случайно. В этот день, 303 года назад, Петр I создал специальную следственную канцелярию. Сегодня сотрудников Следственного комитета Чувашии поздравил глава региона. Следственная канцелярия гвардии майора Волконского, который учредил Петр I, разбирала самые опасные дела. Коррупция, казнократство, посягательство на основе государственности. И подчинялась непосредственно главе государства. С тех пор было много реформ, но пять лет назад Россия фактически вернулась к петровской модели следственных органов. Круг дел пополнили преступления против личности, убийства, похищения людей, и причинения вреда здоровью. Все те, в которых особенно важно найти и наказать виновных. Ключевым показателем, хочу это подчеркнуть, является доверие граждан к органам власти и к органам правоохранительной деятельности. Это очень важно. Вот это доверие, конечно, надо нам дальше приумножать, чтобы все те показатели, которые есть у нас, они не ухудшились. Борьба за показатели, а значит, чьи-то жизни, безопасность, справедливость будет идти, пока есть законы и те, кто их нарушает. За первые полгодия 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015-го уменьшилось количество убийств. Их раскрываемость составила 98%. По оставшимся 2% расследование будет продолжаться, пока дела не окажутся в суде. Возбуждено 183 уголовных делок коррупционной направленности. Обвинение предъявлено 70 лицам. Гражданские, очень многие, понимают вашу работу только из фильмов. И хорошо, когда фильмы эти хорошие, когда ваша работа показываются изнутри, когда видно, сколько труда, сколько сил вы вкладываете в то, чтобы преодолеть пороки в нашем обществе, те проблемы, которые существуют. И, наверное, хотелось бы пожелать каждому из вас, чтобы такой грязной работы было как можно меньше, чтобы можно было бы работать и посвящать себя в большей степени на то, чтобы предотвратить такие преступления. Благодаря коллегам из Следственного комитета, которые отвечают за работу со СМИ в нашем эфире, самая актуальная информация о громких преступлениях и их расследовании. В свою очередь, нашу телерадиокомпанию отметили за неординарный подход к освещению деятельности Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии. Среди сотрудников Следственного комитета, которые сегодня получили награду, руководитель Канарского межрайонного следственного отдела Алексей Журин. С ним в программе «По существу» мы будем говорить о работе следователей о новых методах в расследовании. Смотрите сегодня в 20.30. В выходные в Чебоксарах состоялось открытие центра маунтинбайка аналогов подобного спортсооружения в России «Единицы». Несмотря на название, кроме велогонщиков, в новом комплексе смогут тренироваться борцы-гимнасты-триатлонисты. Открытие центра маунтинбайка в Чебоксарах совпало с проведением здесь же чемпионата и первенство России по велоспорту маунтинбайку. Поэтому почетных гостей, которые смогли оценить спортсооружение с профессиональной точки зрения, было достаточно. Получить высокую оценку нового комплекса именно от них почетно вдвойне. То, что для велоспорта такой прекрасный творец спорта, но для нас это естественно, это уверенность в будущем. То есть есть немало мальчишек и девчонок, разбросанных по разным местам, регионам. Здесь вот именно этот центр, этот комплекс, он позволяет всех собрать все сильнейшее, что есть сегодня в Чувашской республике, а можно даже в России, мы сейчас рассматриваем и такое комплекс, собирать сюда и на базе вот этого проекта создавать резервные составы сборной команды России, а конкретно по велосипедному спорту маунтинбайку. В том, что это спортсооружение появилось именно в Чувашии, немалая заслуга Ирины Калентьевой. Спортсменка до сих пор остается единственной россиянкой, обладательницей олимпийской медали по маунтинбайку. Именно на родной земле заслуженного мастера спорта и построили центр, на который возложена ответственная миссия – воспитание новых чемпионов велосипедного спорта и не только. Центр даст возможность принять нам еще больше детей, любителей спорта. Это же центр маунтинбайка, как для развития вида спорта создавали. Но здесь очень большие возможности и для других видов спорта. Это и триатлон, фристайл, самбо. Я надеюсь, мы увидим и уверен, мы увидим еще здесь и волейболистов, и баскетболистов. Зал прекрасный, оценили. Поэтому возможности здесь очень большие. Общий объем финансирования центра – 435,5 миллионов рублей и более половины – средства федерального бюджета. На эти деньги в спортивном комплексе удалось разместить многофункциональный спортивный зал, четыре специализированных зала и даже гостиничный корпус на 60 мест. Центр маунтинбайка оборудован 25-метровым и детским бассейнами и тренажерным залом, которые смогут посещать все любители активного и здорового образа жизни. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди вас ждет еще полезная информация. Оставайтесь с нами. Микрорайоны Волжский 1, Волжский 3. На счету Инкоста немало реализованных проектов. Кредо предприятие – качественное, комфортное и доступное жилье. За эти 25 лет фирма Ингоф сегодня твердо стоит на обоих ногах. Кладывая инвестиции в современное производство, создали высокотехнологичные рабочие места. И ваши строительные материалы, и ваши комфортные квартиры покупались, покупаются и будут покупаться прежде всего потребителями. В активе компании – набережные, скверы, спортивные площадки. Последние годы организация застраивает микрорайон «Новый город» площадью более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Все дома возводятся по современным технологиям и сдаются точно в срок. Здесь также появятся детские сады, поликлиники, магазины. Инкост – многопрофильное предприятие. Строительство домов и коттеджей из клееного бруса, изготовление деревянных окон, стеклопакетов, изделий из ПВХ и металла. Есть участки отделочных, электромонтажных, сантехнических работ. Компания ежегодно модернизирует собственное производство. В этом году вводится у нас второй растворобетонный узел. Развивается столярное производство. Внедряются новые технологии, новые изделия. Также мы имеем довольно серьезную базу металлобработки. Ее тоже нужно развивать. Инкост активно участвует в профильных выставках на российском и мировом уровне. И завоевывает призовые места. Предприятие прекрасно зарекомендовало себя на строительном рынке Поволжья. И пользуется уважением как у заказчиков, так и коллег, партнеров по бизнесу. Эта компания серьезная. Все 25 лет выполняет свои обязательства. И четко приобрела место на строительной отрасли по строительству жилья. Возводимые этой компанией жилые дома. Очень красиво, добротно, потребно. Это один из наших самых сильных и надежных партнеров. Поэтому я очень рад поздравить весь коллектив компании Инкост. И с Касырского Владимир Ивановича, с их большим праздником, юбилеем, пожелать всяческих побед и дальше. Ничто так не укрепляет семью, как ипотека на четверть века. Конечно, шутки шутками, но есть здесь и доля правды. По статистике Центрального банка России, только за прошлый год ипотеку взяли около 900 тысяч человек. За последние годы наблюдается самое масштабное снижение ставок по этому виду кредита. В Сбербанке размер ставок по ипотеке вернулся к уровню 2013 года. Например, по программе «Молодая семья» действует дисконт к базовой процентной ставке. Минус 0,5% для заемщиков без детей или с одним-двумя детьми. И минус 0,75% для родителей с тремя и более чадами. Именно благодаря этой программе новоселами стали почти 3000 семей в семи регионах обслуживания Волговятского банка. По продукту военная ипотека ставка снизилась до 12% годовых. А акция на новостройки продлена до конца этого года по сниженной ставке 12,9%. Кстати, у этого предложения есть ряд преимуществ. Минимальный первоначальный взнос лишь 15%, отсутствие жестких ограничений по сумме кредитования и возможность использования материнского капитала. 12-14% годовых. Так теперь выглядит ставка и по основным продуктам жилищного кредитования. Но все же самым лучшим своим предложением на сегодня сами сотрудники банка называют ипотеку с государственной поддержкой со ставкой 11,4%. Ипотека с господдержкой – это самый, скажем так, на сегодняшний момент кредит с самой низкой процентной ставкой. Есть определенные ограничения, как вы видите, это сумма кредита и также вопросы, связанные с первоначальным взносом. Здесь оно у нас идет до 20%. Особенность данного кредита еще является то, что здесь идет приобретение жилья только у застройщиков, ключевых парфюров банка. Еще одной хорошей новостью от Сбербанка стал новый сервис Парлайн. Эта услуга для покупки имущества в ипотеку через интернет сводит к минимуму посещения клиентам банка и агентств недвижимости. Заемщик приезжает в банк только для оформления кредитного договора, остальные услуги доступны в режиме онлайн. Сбербанк Парлайн выгоден всем банку, клиенту, застройщикам и агентствам недвижимости. После того, как кредит одобрен, на следующий день ему звонит сотрудник банка, рассказывает, как работать в этой системе. После чего человек выбирает себе самостоятельного партнера, либо он ищет по аккредитованным нашим новостройкам тот объект, эту квартиру по той планировке, которая ему интересна. Теперь для того, чтобы закрыть любую посечную сделку, заемщику понадобится лишь 20 дней. Сбербанк планирует и дальше развивать технологии посечного кредитования. Уже за следующего месяца запускается пилотная версия проекта, в котором для получения кредита заемщикам даже не нужно будет приходить в регистрационную палату. Все можно будет оформить, не выходя из дома. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...